В Чувашии проходит неделя приема представителей старшего поколения по социально-правовым вопросам. В управлениях Пенсионного фонда по республике проводят горячие линии. Сегодня звонки принимали в Чебоксарах. Горячая линия, день добрый. Здравствуйте, у меня карта виза, но нет карты Мирсбербанки. Это один из самых популярных вопросов. Ранее предполагалось, что до 1 октября пенсионеры должны обзавестись картами национальной платежной системы МИР, на которые будут перечислять пенсии. Сейчас сроки сдвинулись. Дали возможность пенсионерам изменить перечисления до 1 января. Но если вы уже все-таки карту МИР открыли, то просим уже вас представить сведения об измененном счете к нам в управление. Для тех, кто получает пенсии на сберкнижку, ничего не меняется. Я пенсионерка с 40-го года рождения. Мне 15 октября этого года исполнится 80 лет. И когда необходимо подать заявление? По достижении 80 лет мы увеличиваем размер пенсии, а именно фиксированной выплаты, без заявления пенсионера. Если есть человек, не работающий, кто за вами ухаживает, то можно подать заявление на компенсационную выплату за посторонний уход. Кстати, период ухода за престарелым гражданином входит в страховой стаж. За каждый год начисляется 1,8 балла. Но запись в трудовую книжку не вносится. Поступали вопросы от работающих пенсионеров, касающиеся традиционного августовского перерасчета. В пенсионном фонде напомнили. Для работающих пенсионеров в августе мы можем максимально увеличить размер пенсии на 3 балла. Прозвучала и важная информация для тех, кто хочет переехать из районов Крайнего Севера. Звонок был от жительницы Мурманска. Я жила на севере, 40 лет прожила с 80-го года. Сейчас здесь купила квартиру в Чувашии и хочу перевезти свою пенсию сюда. Но мне говорят, что я потеряю 5 тысяч. Специалисты не исключают уменьшение размера пенсии. Советуют прежде всего поинтересоваться, какой районный коэффициент применяется к фиксированной выплате в районе проживания. К фиксированной выплате к пенсии, которая является частью пенсии, у нас устанавливается максимальный районный коэффициент 1,5. Возможно, в местности, где вы сейчас проживаете, свой районный коэффициент может составлять даже 1,9. Но он выплачивается, вот этот 1,9, только в том случае, если вы продолжаете проживать в том регионе. Некоторые вопросы сотрудники ведомства взяли на карандаш и обещали решить их в ближайшие дни. Лидия Галаксёнова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.